Приветствую! Порошенко не выпустили из Украины. И что тут сказать? Ничто так не радует, как беда другого, да? Ну, слушайте, если нас не пропускают всех через кордон, да, и мы все невыездные, ну так приятно же посмотреть хотя бы, что депутаты тоже могут быть невыездные. Ну, знаете что, когда вот депутаты легитимизировали, по сути, вот этот запрет на выезд мужчин из Украины и рассказывали, что это нормально в интересах страны и все, и мне тут непонятно только одно, а чего они сейчас возмущаются, чего вы сейчас кричите, что ой-ой-ой, это же незаконно, меня не выпускают, часы Януковича и все такое. Ну, у вас есть целая фракция, но вы же не поднимаете этот вопрос в Верховной Раде. Что-то я не видел, чтобы вы там серьезно как-то эту тему педалировали, развивали и кричали, что данный запрет не соответствует там предписаниям Конституции Украины. Все же нормально, так а чего вы теперь жалуетесь? Ну, это я такое, знаете, ерничаю, и по сути я бы эту новость даже не комментировал, если бы не один такой юридический нюанс, на который я обратил внимание. Как запретили Порошенко выезжать? Ну, во-первых, ему же сначала разрешили, то есть есть решение, распоряжение главы Верховной Рады о том, что Порошенко едет в командировку и, соответственно, надо разрешить ему выезд из Украины. А потом, потом, получается хронология такая, появляется некое письмо заместителя главы Верховной Рады, которое он пишет сам же себе, получается. И на основании этого письма, которое написал заместитель главы Верховной Рады, он же выносит распоряжение, которым отменяет распоряжение главы Верховной Рады. Ну, здесь, мне кажется, даже не нужно быть юристом, да, чтобы понять, что есть четкая иерархия, и заместитель как бы в этой иерархии не может отменить распоряжение главы. Но это нонсенс, потому что тогда вообще рушится вся вертикаль власти. И смысл этой вертикали власти, если ниже стоящий может отменить решение вышестоящего. Но у нас сейчас время возможностей, как мы видим, и человек ниже стоящий отменяет решение вышестоящего. И, кстати, согласно закону, который регламентирует деятельность Верховной Рады Украины, закон про регламент, он говорит, что распоряжение главы Верховной Рады может отменить Верховная Рада своим голосованием. А здесь отменяет у нас заместитель. Ну, очень интересно, конечно. И здесь, как мы все прекрасно понимаем, вопрос идет не про закон, не про юридическую составляющего всего этого, а про политическую составляющую. Ну, мне по меньшей мере думается, что вот это решение, оно продиктовано какими-то политическими мотивами. Возможно, кто-то всерьез воспринял те записи, которые, недавние записи были опубликованы там между Ахметовым и Порошенко. И, возможно, кто-то поверил в то, что эти записи являются реальными. И, как результат, не выпустили человека из Украины. Ну, а нам что остается делать? Нам остается только следить за этим всем. И, с одной стороны, хоть чуть-чуть капельку повеселиться, да, и порадоваться, что даже этим она, да, не пропустили. А, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас, судя по всему, происходят некие, скажем так, тектонические сдвиги в политикуме Украины, которые к чему-то нас приведут. И очень хотелось бы, чтобы эти сдвиги привели нас к чему-то хорошему. Ну, а хорошее для нас сейчас, в первую очередь, это восстановление мира на территории Украины. Чего я всем вам искренне и желаю, чтобы мир как можно быстрее пришел во все ваши дома. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok